Михаил Соседов, пожалуй, один из самых успешных эмигрантов из России в Торонто. Он является одним из шести менеджеров транспортной компании, или ТТС, и отвечает за уровень оказываемых услуг, эффективную работу и безопасность на станциях метро, которые обслуживают популярные у русскоязычных жителей районы Торонто, его ведение службы ТТС на отрезке от Санкт-Клэр до станции Финч, а также на ветке Шепард. Глядя на то, как легко Михаил общается со своими коллегами, а в его ведении команда из 150 человек, и невозможно представить, что 10 лет назад Михаил Соседов почти не говорил на английском. Как и для многих, переезд в Канаду для него был драматичной трансформацией. В России он оставил успешную карьеру в сфере общественного транспорта, а в первые дни жизни в Канаде даже простые слова оказывались неизвестными и непонятными. Каким образом эмигрант соседов, приехавший в Канаду на пятом десятке жизни, смог найти работу мечты и так неплохо устроиться на новой родине? 10 лет назад вы оказались в Канаде. Можете вспомнить, как вы ощущали себя в первой неделе? Ощущение, как в фильме ужасов. Ужас. Ужас от всего. Ужас от того, что если звонит телефон, как на него ответить и вообще, что они хотят от меня. То есть поднимаешь трубку и не понимаешь ни одного слова. От этого начинаешь еще больше бояться, и вообще это совершенно сумасшедшая ситуация. Как вам удалось выучить английский так, чтобы можно было комфортно работать? Моя работа позволяла мне по вечерам раньше уходить с работы и идти заниматься английским языком. Я начал с обычных вот этих бесплатных курсов, прошел 4 или 5 уровней, я сейчас не помню. И потом понял, что этого мало, и что я вот как бы встал на одном месте, я уже никуда не продвигаюсь. И я нашел объявление и потом посоветовался с некоторыми знакомыми, что очень хорошо преподает английский язык Джордж Браун Колледж. Я взял там, как там назывался он, типа углубленные какие-то курсы и прошел 8 или 9 левелов этого. Но параллельно с этим, когда я проходил, я продолжал искать работу, я хотел найти работу по своей специальности. Вы получили здесь работу, которая для многих кажется работой мечты. Неплохая зарплата, работа стабильная, на хорошей должности. Как вам это удалось? Вы знаете, с моей точки зрения, те люди, которые прожили и добились успеха в России, обязательно добьются успеха здесь. Потому что мы, вы знаете, что мы жили в России в такой обстановке, где надо было постоянно выживать. Здесь самое главное, самое главное, насколько я понимаю, используя вот наш прежний российский опыт, сделать какой-то первый шаг. Первый шаг, самый главный первый шаг. И вот этот вот первый шаг мне как раз давался очень-очень тяжело. Я пытался найти работу или в транспорте, или вокруг транспорта. Ну, например, скажем, из тех практически 1800 аппликейшн, которые я разослал во все концы Канады, я не очень-то много имел интервью. К счастью, к счастью, вот не сдаваясь, подавая эти заявления, проходя всякие интервью, большинство из которых были просто как бы перформанс, представление, что я там совершенно был не нужен. Обычно, особенно в государственных организациях, ты понимаешь на первой секунде интервью, что у них есть свой кандидат, и что тебя пригласили просто как бы. Но я использовал эти моменты для того, чтобы показать себя, что вот я есть, я здесь, что у меня есть вот тот предыдущий опыт, который у меня есть, что я горжусь этим опытом, что мне есть чем гордиться. Если вы сейчас посмотрите на мой LinkedIn Network, то вы увидите, что там порядка 3000 контактов. Я создавал это, создавал это с первых своих шагов здесь, и большинство из этих 3000 я знаю лично, и они меня знают, и они знают мой опыт. Поэтому это вот, это очень-очень важные моменты, вот создавать еще и Network, показывать, что ты есть, что у тебя есть, и что тебе есть для того, чтобы вложить в экономику Канады. Да, но все-таки многие скажут, что у меня вот тысячи контактов, но работу я так и не нашел. Как делать это с пользой и успешно? Очень простое, ведь есть простые законы физики, законы природы, когда количество переходит в качество. Я подавал 1800 заявлений, из которых 70% было выброшено в корзину, но 30% моих заявлений на них посмотрели. А как вы все-таки получили работу в TTC? А в 2008 году я проходил три или четыре интервью для Преста с Метролинксом, и во всех трех-четырех интервью мне отказали. И сказали, что overqualified, много слишком знаний или опыта, или чего-то еще. После интервью я приходил, добивался встречи со всеми членами вот этой вот комиссии, приемной комиссии, лично с ними. И просто благодарил их за то, что они мне без всяких русских подходов, там, с подарками или с чем-то еще, просто благодарил, говорил им, что спасибо большое, что вы дали мне возможность рассказать обо мне. И видно, я запомнился кому-то, и один из председателей, председатель одной из комиссий в январе 2009 года позвонила мне и сказала, что у них есть сейчас работа на три месяца. И я схватился за эту работу, пошел туда, я думал, что по своей наивности, что три месяца, это как в России, три месяца испытательный срок, и потом все будет нормально и так далее. И был очень удивлен, когда эта женщина, это мой ангел-хранитель, которая помогла мне получить первую работу, в первый день мне сказала, что Майкл, ищи работу. Вот, и я стал там, внутри Преста, искать место применения своим знаниям, слава богу, нашел. И в конце 2004 года, когда я уже работал в Метроликсе, на мое счастье, руководителем ТТС стал Энди Байфорд, который стал искать новые кадры, новую как бы свежую кровь для ТТС, для того, чтобы провести те реформы, которые он наметил быстрее, чем это как бы выходило бы с людьми, которые уже очень много лет работают. И вот здесь вот я прошел эти, очень-очень много было интервью, это очень сложный тоже процесс здесь, не так просто. Вы прожили здесь 10 лет и добились определенного успеха. Какие советы вы можете дать тем, кто только приехал сюда? Первый совет, совет может быть очень странный, но понять то, что никто не ждет вас здесь, что мы обычно приезжаем с таким намерением, что мы вот такие замечательные, ну я не знаю, может быть, я исключение в этом деле, но приблизительно вот я вижу, вижу же нашу, так сказать, комьюнити, и мы приезжаем так, что, а вот вы нас, вот мы здесь, вот мы, вот мы такие, давайте-ка нас быстренько устраивайте на работу и т.д. и т.п. Я думаю, что самый главный момент забыть, вот отказаться от такого представления от Канады, никто нас здесь не ждет. Ждут нас с тем, чтобы дать нам минимальный набор того, что нам нужно для того, чтобы быть успешным и устроиться на работу. В первую очередь язык. И третий момент, который я бы рекомендовал, никогда, ни при каких условиях не сдаваться. Подавать столько заявлений, когда вы уже думаете, что вообще ваши заявления просто выбрасываются в корзину. Я бы очень рекомендовал не отказываться от того опыта и специальностей, которые вы имели в России. Даже если для этого нужно, как врачам, например, пройти пересертификацию и что-то сделать. Мы эмигрируем в Канаду, потому что нам было что-то неуютно в нашей стране, и что-то нас там не устраивало. Но, приехав в Канаду, очень часто мы пытаемся навязать, даже сами осознавая то, что было там, позади, в том опыте в России, и от чего мы, собственно говоря, бежали. Вот я бы очень рекомендовал не менять, не тратить время на это, потому что это другая страна, это страна, о которой мы мечтали. И мы мечтали, правильно делали, что мы мечтали, потому что это замечательная страна, она дает нам очень многое. Поэтому не меняйте ничего. Редактор субтитров А.Семкин